потому что слишком долго он отсутствовал причине болезни мы знаем об этом он затянул немножко вступительную часть рассказав о ситуации в бразилии и вообще ужасная ситуация конечно не сейчас на втором месте после штатов то есть сегодня с неделом говорила 31000 смертей уже на сегодня подтверждена большая часть конечно рио-де-жанейро сао-паулу и бразилия штат виктория где находится мигел там относительно спокойно и но тем не менее самолетов нет несколько самолетов было сао-паулу он говорил и рио-де-жанейро вот потом был перерыв несколько самолетов было потом перерыв когда пик опять пришелся на развитие пандемии сейчас самолет начали летать имеют самолет и так потому что бразильские реалинии не летают так летает но вот обещали начать с первого еще ни одного самолета не было поэтому ждет они в листе ожидания ждет как только естественно вернется сюда будет больше понимания ситуации там происходит я повторю все что вчера было сказано ждем еще немножко вот в принципе почему партнеры не заранее не разбросали 36 человек всего почему лидеры заранее не разбросали ссылки не пригласили сегодня потому что потом вот даже мне адрес бросил толкование речи президента нужно понимать все что он хотел сказать и сегодня это и хочу сказать не всегда тройной перевод дает понимание того что говорилось так сказать в оригинале поэтому важно присутствовать и важно слышать из первых рук все что происходит происходило и все что происходит с компанией происходило вчера на конференции так ну еще буквально две минуты жду то что партнеры заходят все равно это не то количество которым в общем то я всегда предупреждаю заранее свои команды предупреждайте и приглашайте людей я отключу всем микрофоны что возможно было буду делать запись чтобы возможно было проговорить все полном объеме есть еще входы если на что нужно сказать что ситуация серьезная по всему миру мировой экономики развития каких-либо экономических и финансовых отношений ситуация на сегодня непредсказуемая все что рассказывал президент это касается конкретно его деятельности находясь длительный период находился очень тяжелом состоянии потом полегче но даже то что он делал это все на сегодня очень непросто трудности экономические трудности в период пандемии вызывают политические естественно стрессы всевозможные политические изменения курсов всевозможные политические намерения блокировать отношения с тем либо другим регионом очень много чего происходило об этом он говорил в пятницу вчера он кратко на этом остановился что ситуация очень непростая на сегодня в бразилии потому что отношения образила китайские альянс который многолетний альянс который на сегодня был бы значительным толчком в развитии бизнеса не только нас очень многих компаний на сегодня тенденция правительственная тенденция бразилии это поддержать санкции соединенных штатов поэтому там все очень непросто политическим климатом на сегодня которые уберет видимо просто не знают что делать пандемия разрастается массово бразилия не единственная потому что маркин это мастер-дистрибьютор мексика и штаты вот он говорил о не вчера в пятницу об этом говорил что уругвай ситуация приближается критическая она по народонаселению по количеству заболевших на количество населения страны и возможности так сказать развивать различные направления превентивные направления преодолеть пандемию в бурбайга значительно хуже чем в бразилии там общеверитическая ситуация там просят помощь народную систему здравоохранения там очень много запросов соединенные штаты ко всему миру обращаются взывают потому что страна на грани не просто глобальной пандемии а на грани 90 процентов населения инфицирования то есть все очень и очень не просто поэтому сказать что мы преодолели пик в глобальном масштабе невозможно на сегодня эта ситуация все еще серьезная в большинстве стран нашего земного шара включая африку поэтому все непросто так но я все еще активирую я наверное буду закрывать и больше никого активировать не буду включим запись будем говорить в общем-то по конференции вчерашний по порядку сага шагом всю информацию которая вас дна и поднимайте руки ира подняла руку давыдова что хотела так ну все как будто да все будем писать начинаю больше никого не активирую кто пришел пришел потом будут слушать записи все о чем говорилось вчера и не только вчера все эти дни потому что эти три дня были очень важны все три начиная с пятницы когда президент выдвинул свой план в общем-то рассказать о ситуации которая он подготовил на ближайшей неделе большинством голосов и прежде всего сами владельцы компании убедили его в том что не называть дату именно поэтому вчера так часто звучало и не дай называют даты и называем даты потому что мы не можем на сегодня предугадать можно это реализовать течение двух недель 10 дней месяца либо дольше мы не знаем никто не знает и никто не может предвидеть у нас практически все открылось казалось бы облегчение ситуации налицо но тем не менее за последние два дня значительный рост заболевших это по статистике видно поэтому пока не достигнет в мировом масштабе пока не достигнет ситуация процентов как сказать выработки коллективного иммунитета то есть не переболеет 75 процентов населения планеты мы не можем говорить о том что мы сможем преодолеть пандемию полном объеме без второго этапа без возврата ее к второй волны поэтому все непросто все последние активирую на этом заканчиваем я буду делать запись она получится очень длинная наверное частями кто-то будет если писать будете обрабатывать потом я частями буду делать запись почему потому что на начале я повторю все то что сказал президент первая часть и потом я объясню вообще перспективы наши сегодняшние согласование консультации этих трех дней все что говорил не ел все что докладывала сандра все о чем говорили три дня я в общем-то блоками сейчас повторю и так вчера президент на протяжении длительного времени но достаточно долго рассказывал о ситуации мире вот я во вступительном слове это сказала я не буду повторять единственное что сегодня стоит остро это преодоление пандемии которая повлекла всплеск самых наверное негативных качеств человечества которые могут появляться в той либо другой сложной ситуации в том числе расизм да вы наверное слышали о чем он говорил и мы видим трансляции из соединенных штатов все что происходит а не только в соединенных штатах именно поэтому остановился на африке стал длительно и много слов сказал африке так прежде всего преодолев в общем тяжелую форму заболевания он вернулся к деятельности у тех в том лимите возможности которые пандемия на сегодня нам в общем-то предоставляет я кратко изложу все то что говорилось несколькими блоками и так цели задача очень много запросов много писем зрение письма и смс он получает много email сообщений он получает от партнеров бывших игру битрейд от новичков когда что где и что на ближайший период и самое главное что касается умбрены и наших монет поэтому учитывая что еще в декабре месяц клаудио был звене бисал и он объяснял и показывал что главная его цель и задача это запустить возможность финансирования выпуска наших монет через банк линии бисал он очень много объяснял тогда рассказывал почему что этот банк может быть гарантом для нашей компании компании с бурадоры страховой компании которая гарантирует наше движение по умбрэль она может быть гарантом значительных суммах он выставил там эти суммы эти цифры значительные 500 миллионов долларов это значительная сумма которая обязана быть гарантирована в банке чем-либо активами любыми для того чтобы мы могли спокойно начинать двигаться в области умбрелы и выходить все монеты на воборот мы знаем что предпринимались шаги лица периодами делом в том числе по поводу возможности финансирования хотя бы первой части потому что это длительный процесс такая гарантия длительный процесс я подробно не остановлюсь чуть позже но финансирование первого этапа то есть контрактные монеты все те инвестиционные деньги которые на контракты оформлялись на покупке монет они должны быть первую очередь освобождены и выпущены в оборот на умбрелу вот этой частью медиа плотно занимался и сегодня он подтвердил опять телефонный звонок и он подтвердил все договоренности все что касались вот именно финансирования вот поэтапных я уже много раз об этом говорила четыре этапа у нас в общем-то они все ли но глобально всех же партнеров интересует глобально когда мы сможем освободить наши моменты когда мы сможем их выпустить все монеты и все партнеры на умбрела и каким образом это будет происходить и что является гарантом так вот клаудио пятницу очень подробно он кратко сказал вчера на собрании он показал банковские документы которые могут быть фиксы если банк не получит гарантию все упиралось в гарантирование вот этого займа полмиллиарда гарантирование чем-то то есть фонды которые предоставляют нам банк вине бисау под несколько договоров которые учитывают африку в основном африку по агро там много направлений по поставки сельскохозяйственной продукции потому что на сегодня изменилась картина контрактных отношений по поставке продовольствия да все очень непросто скитаем все очень непросто с мясом поэтому переключились на сельскохозяйственную продукцию но давать такие кредиты под очень низкий процент даже гарантируемые какими-то контрактами реальными нереальными банк не знает насколько реальными контракты они затребовали актив в материалах либо в каких-либо фондах либо в процентном отношении добычи чего вы не было вы тут же понимаете нужны твердые гарантии этого займа чтобы банк активно включился и предоставил нам возможность начать работать с умбрелла в полном объеме непошагово как у нас первый этап запланировано полном объеме именно об этом он вчера говорил нужно понимать что полмиллиарда это очень большая сумма и чем ее можно гарантировать только залогом месторождения у нас месторождение одно мы об этом знаем но он там ведет переговоры вчера говорил об этом ведет переговоры еще с одним месторождением но это будущий процесс но то что он говорил в декабре месяце прошлого года это добыча драгоценных камней не золото драгоценных камней там изумруды они чистые рубины бразильские это не ювелирная не камни для ювелирной промышленности это технические камни но в очень большом объеме и карат на свет их очень большой технического назначения но тем не менее весьма и весьма ценные материалы ценные так сказать активы поэтому эта работа ведется давно работа все очень заняла прошлого года в декабре он об этом так сказать сказал осторожно но пояснил что в следующем году намерения были январь-февраль намеревался он заключительные вот искать точку поставить эти соглашения груза тянуло время в пятницу нам предоставил документы они были подписаны 17 апреля вчера у них не показывал настояла сандра не показывать эти вопросы потому следует давать какие-то даты сроки которые все равно дать невозможно вы наверное вот кто присутствовал вчера вы слышали что он сказал подписать документы это пол дело дел тоже подписал все документы это половина дело необходимо теперь лично присутствовать на переговорах с теми партнерами которые заключают эти сделки то есть это камни и банк длиннее без а у следовательно его полет длиннее без а у обязателен после этого дубай потом он назвал катар и потом и снова дубай и только после этого сделка вступит в силу также как и все остальное что делает мигел то есть у нас дубай это так квартира нашего холдинга это основной счет это юридическая поддержка именно через эти каналы для легализации всех сделок поэтому где бы ни находились локально наши руководители если локально они какую-то работу подготовительную сделали все равно мы ждем окончания пандемии именно поэтому он так много уделил времени пояснению почему я уже в общем-то в состоянии ну работоспособности он дает так много сил запуску компании топ-19 есть видео он показывал видео я их опубликую я могу переслать чат это видео на бразильском языке почему потому что ему очень важно было запустить эту кампанию мировом масштабе потому что везде стоит бренд айди в том числе ну стоп-19 это прежде всего интернациональная кампания которая ковид-19 пострадали мы все до ковид-19 затронул все континенты материки поэтому очень важно было объединить людей на фоне всех разворачивающихся политически сейчас дебата в международном масштабе и санкции которые уже инициировал соединенные штаты против китая это очень серьезная экономическая диверсия которая ну мы еще пока даже не по не можем себе представить какие последствия международных отношений экономических может принести потому что не секрет что китайская продукта заполонила мир китайцы поставляют очень много комплектующих товаров производства китайские мира по всему миру мы об этом знаем поэтому сейчас вводя санкции конечно это толчок и открытые окна для национальных производства развития и стабилизации пострадавших бизнес компаний но в том числе разрыв этих отношений очень подрывает отношения в поставках продовольствия товаров для нас в том числе у нас много бизнес во многом был завязан на базе отношений ассоциации мы помним дома не говорили бразила китайской дружбы экономических отношений где клау является лице-президентом этой ассоциации и очень много контрактов и инвестиций китайских средств конкретно завязаны на этих отношениях поэтому все очень непросто но с другой стороны как говорил клаудио что жизнь вносит коррективы поэтому вносятся тенденции следующие и они рассматривают следующие возможности никто не сидит и стараются не глобально а локально решать вопрос именно поэтому не ел подготовил большой пакет и что касается пола что касается айди банкинг это нужно понимать что банк вот сразу многие будут возникать вопросы поэтому нужно понимать что такое банк национальный банк вене и бисау который нам гарантирует возможность при опять же при страховом так сказать объеме на эту сумму страховой объеме драгоценных материалов камни и минералов он нам гарантирует сумму полмиллиарда это очень большие деньги но это глобальный запуск оборота наших момент понимая все что это очень непросто мне делать очень большую работу провел находясь в лимитированном состоянии в бразилии в ограниченных возможностях пандемии все равно они на сегодня подготовили запуск первой ступени оди банкинга что это такое штаб-квартира нашего банка оди банки находится в сау-паулу интеграция сейчас бэк-офис этого инструмента несколько затруднена потому что сау-паулу полностью штат закрыт въезда выезда то есть там очень жесткий лимит на перемещение даже по бразилии установлен поэтому некоторые вопросы опять задерживает пандемии мы очень надеемся что за июнь все таки как он они старались нам гарантировать и старался не дел нас подготовить к тому что вы не мы начинаем многие процессы поэтому я надеюсь что мы получим в середине июня какую-то информацию но на сегодняшний момент вот что касается айди банкинга это вот тот финансовый инструмент который является дополнением глобальном масштабе финансовой нашей системы которая будет увязана не только на банке длине и писал это первая ласточка это первое звено об этом позже почему просили клауди не озвучивать сразу все масштабы и все то что готовилась девятнадцатый год на сегодняшний момент поэтапно пошагово все таки не стараются реализовать айди банкинг это финансовый инструмент который позволит обеспечить выпускаемые компании наши карты и их движение через наш онлайн банкинг который привязан будет кабинет у каждого партнера для движения наших заработанных денег то есть это вот тот способ о котором говорил часто не ел уход от биткоинового обслуживания сто процентов то есть у нас появится возможность выбора работать биткоином либо сна с нашим внутренним балансом денег которые мы можем отправлять на нашу карту и использовать деньги в эквиваленте доллар для дальнейших своих действий для покупки либо продажи чего-либо найди шопинг для возможности работать с умбрелла это уже тот шаг это тот инструмент который нам с вами так необходим и которые практически готовы интеграция затруднена несколько только потому что опять же перемещение их в рамках пандемии невозможно для того чтобы доводить до конца подготовительный этап который уже сделан поэтому конечно замечательно все что касается гвинея бисау банку об этом еще говорилось декабре он так два слова обмолвился тогда на брифинге которые проводили в москве не вдаваясь подробности он говорил что я работаю над активами которые смогут нам гарантировать являются страховым балансом вот этой суммы которая нам так необходимо для движения умбрелы в мировом масштабе вот поэтому нам в пятницу эти договора показывал они существуют но они всего лишь состоялись и были подписаны эти договоренности 17 апреля но жизнь корректирует все поэтому с назвать даты искать конкретно что вот это уже все готовое будет запущено крайне сложно именно поэтому он объяснил и повторил что в свое время когда был приглашен как специалист по организации некая никого плачёжного инструмента плачёжного шлюза для нашей компании в первом варианте которая была он гораздо позже понял что менять нужно практически всю систему нашей компании для того чтобы гармонии функционировали все подразделения будущей корпорации которая столь широкий масштаб приобретает мире и собственно здесь соединилась его идея внести так сказать уже предложение об одном миллионе участников партнеров клуба для того чтобы реализовать свою мечту составить вот такой клуб базирующий базирующийся на реальном бизнесе своими собственными финансовыми инструментами и войти в мир криптовалюты со своей валютой криптовалюты которая обеспечена реальным физическим бизнесом вот эта идея начала воплощаться в конце 18 19 год это непростой период и это непростая работа он об этом говорил что это заняло к определенный период и те наработки которые практически были готовы для того чтобы сейчас не воспользоваться начале двадцатого года но к сожалению нападение внесла свои коррективы это то в основном это главный обзор который о котором он говорил мы теперь уже остановиться его часть его речи по африке ну а расизме говорят много он тоже уделил этому вопросу определенная значит часть своей речи почему потому что всегда в самых сложных ситуациях экономически когда начинаются проблемы с ресурсами выживания в странах и континентах обостряются все самые негативные черты человечества не буду говорить конкретно стран человечества но на сегодняшний момент он сказал почему с подачи очень сильных мира сего в соединенные штаты это одна не одна сильнейшая крупнейшая страна в мировом сообществе поэтому почему то ли серьезные расовые сейчас притеснения да мы видим репортажи случайно ли это либо нет но у него есть свое видение по этому вопросу поэтому когда говорили в субботу об этом он выдавал значительно больше фактов по развитию американского извините африканского континента стран африки там на сегодняшний момент задействованы 19 стран кое-кто вчера присутствовал представители этих подразделений наших поэтому он сказал так на сегодня да конечно нельзя не считаться с азии частности индия китай пакистан это страны которые но есть не доминирует занимают одну третью часть мирового производства в мировом балловом доходе наверное в мировом сообществе поэтому это те страна если брать сюда еще южная корея и япония это половина наверное всего того баллов дохода который производится в мире на сегодня это страны в меньшем так сказать составе доминируют большими возможностями ресурсами разработками технологиями это этот факт но все больше ожесточилась борьба последние десятилетия по вопросам владения но если территории то доминирование скажем так информационного и политического на территории африканских государств почему но он так сказал две фразы вчера вертвы не думаете что если говорят что африка это спасная нищета это не так в африке есть деньги в африке очень много денег в африке есть страны которые при определенных тенденциях направленных извне развития экономики технологии этих стран но могут дать новый всплеск собственно время дала агия да или ближний восток свое время это такое дуба и мы знаем что такое катар так вот африка имеет значительно больше ресурсов поэтому естественно политические тенденции доминирования в африканских странах они не вчера начались это период значительный уже но вот в пандемии это как-то все превращается в извращенную форму на сегодняшний момент я даже не знаю для чего это я не политики не знаю для чего это все было начато в соединенных штатах но видите что происходит тем не менее почему так с включением и санкции против китая а китай вы знаем он уже в нескольких странах является консультативным органом главным инвестором главным партнером по многим направлениям развития экономика этих стран поэтому что касается глине и бисао там есть интересы китайские и бразильские в том числе наши почему потому что как сказал клауди вы должны понимать что определенные денежные и денежные а ресурсные запасы правители этих государств и владельцев определенных так сказать лепей бизнеса таковы в априке что на сегодня если включить правильное направление развития бизнеса и своевременно зайти туда с новыми предложениями это может быть просто бум всплеск взрыв учитывая что представители африканских стран в свете событий последних 20 лет они живут на всех континентах миграция была очень серьезная там очень много было неприятностей именно экологических природных которые подвигли жители этих стран мигрировать различные другие регионы поэтому на сегодняшний момент учитывая что финансовая система мигрирует она везде уже мигрирует цифровую экономику мы это знаем открыто либо как-то завуалирована либо каким-то образом третьими лицами но тем не менее финансовые системы практически всех разных государств они мигрируют в эту область поэтому очень важно в криптографическом мире криптовалютном мире иметь свои предложения серьезные обоснованные мотивированные а к тому же гарантированные некими активами их иметь предлагать именно финансовым системам африки потому что сейчас включает глобальный механизм использования именно поэтому вы помните что и дел и клаудио в начале клаудио но было пять стран по африке потом не делала 10 стран по африке да конечно бы быстрее хотелось чтобы двигалась все быстрее в россии но глобальной экономике они делают все правильно то есть необходимо сейчас третье мире еще мы не знали о пандемии мы знали предсказание предвидения многократно интернет полон предсказаниями двадцатого года мы знали что как где нас ждет поэтому действия были правильно предпринятки в плане делать регистрации айди как у нас айди ру в россии до компания создана таким образом сделать регистрации подразделений айди юридических подразделений в африканских странах которые могут быть ближайшем периоде основными форпостами для так сказать экономической экспансии ну наши с вами нашего феникса и не говорю бразилии нашел феникс нашей компании потому что наработки эти являются собственности нашей компании на с вами в том числе мы акционер этого клуба поэтому кладу вчера я повторял что да есть президент есть руководство акционеры мы все и задача создать все таки вот такой глобальный бизнес он конечно занимает ни один месяц даже в районах одной страны в регионе одного региона создается серьезный бизнес занимает длительный период а здесь у нас задействовано несколько континентов поэтому вот при договоренности декабря они получили свою реализацию в обосновании страхового актива в виде вот дорогостоящих драгоценных технических камней на очень большую сумму это оформлено теперь следующая поездка него туда для заключения финального этапа и ввода в действие этого механизма это уже можно сказать ближайший перспективе реальность какой я не знаю на поэтому он и сказал все зависит от пандемии о снятии лимитов перемещений между странами и континентами к сожалению не все так хорошо в африке европе уже ну тут исключительно там несколько стран всего лишь находится в эпицентре все остальное уже так сказать пошло на спад но африка латинская америка они даже не достигли к развития пандемии поэтому давать какие-либо сроки сложно тем не менее это уже факты документы которые мы видели делал естественно как юрист не верю никому на слово и правильно делаю он записал все номера всех лицензий всех соглашений все это проверено кадастрово в реестре все это воскресенье когда еще одно совещание было и клауди уже выкладывал более детальным сказал что не все выдавать подробности пока потому что нужно вначале это сделать что потом можно было об этом говорить но тем не менее подтверждение существующих этих договоренностей контрактов и обоснование его долевого участия во владении так сказать два банка это действительно это было подтверждено мы помним вчера кто присутствовал кто видел может не понимали но он показывал документы владельцев этого банка в длине и писал и у него там 49 процентов акций тема на себе обеспечил вот как раз золото добывающей промышленности и добывающей промышленностью драг металла в бразилии где он является партнером он этим это обеспечил там есть еще два владельца фамилии были зачеркнуты но тем не менее это все уже проверяемо в реальных мировых реестрах и это де-факто существующий процесс поэтому это радует потому что сказать сколько раз меня партнеры пытали сколько раз просили что пожалуйста сказка бабки скажите объясните когда когда я повторял я не знаю вот первый этап он озвучен почему потому что не делал никогда не озвучивает скажем так далекие перспективы он говорит мы сейчас находимся в том периоде когда пускай маленькие шаги но саги реальные необходимо дочеки показывать поэтому она была озвучена по умбреле первый шаг для контрактников что покупал монеты но вот вчера была озвучена глобальная перспектива для всех партнеров по умбрела это чисто по умбрела и пока мы не касаемся не было ничего так вот это было озвучено конкретно по нашему бизнесу потому что умбрела платформа это часть нашего бизнес сообщества то есть это та часть доходная которая будет давать нам дивиденды для всех партнеров акционеров поэтому это важная часть бизнеса тем более что если правильно глобально подготовлена эта платформа она естественно будет иметь успех именно поэтому вот я остановилась на этой детали которую он столь так сказать долго обосновывал и рассказывал почему это сделано почему это было так важно понятно он называл там сумму два с половиной миллиона деньги которые ушли на протяжении полутора лет на всевозможные гарантийные обязательства на покупку долей в производствах на так сказать но он сказал такую фразу что я не имею пакетом войди но я тоже деньги пока что не вижу отдачи только вновь прозвучала эта сумма 20 миллионов это на сегодня и расшифровываю это все то что я без конца повторялась вы поймете что чтобы сформировать бизнес столь глобальный бизнес в различных странах и континента для большого количества партнеров естественно нужны очень серьезное вливание третье слово руководство поэтому он вот вчера озвучивал и говорил именно эти данные по этим инвестициям и нужно понимать что он всегда инвестиции в этот бизнес это средний длительный период отдачи потому что никогда не бывает это не инвестиционные проекты не трейдинговые это формирование бизнеса и никогда невозможно сказать в ближайший первый год что вот так это будет и все гарантирует очень да то есть он начнется да планировали с начала этого года у нас сроки стояли все затягивается из-за пандемии далее выход из пандемии ознаменуется серьезным международным кризисом будет еще сложнее именно поэтому они так торопятся все такие финансовые потоки не делай клаудио финансовые потоки которые возможны для обеспечения нашего развития вот сейчас за столбитесь как можно выразиться то есть не дел по своей позиции в своем отношении и клаудио что касается африки он нам в пятницу озвучивал многие направления работы с африкой многие это не только сельскохозяйственная продукция агрикултура это направление по технологическим технологическому развитию возможности некоторых стран там много чего об этом говорить преждевременно и не хочу говорить о том что будет в следующем этапе главный первый этап это все-таки обеспечить финансирование которое позволит освободить наши залежи монет в офисах и дать возможность их оборачивать на умбрелла получать от этого доход потому что брелла это международный запуском это международный обменник международный обменник с привлечением фиатных средств страховой компании американской страховой компании которая гарантирует нам стабильность и защищенность наших операций поэтому это важный элемент бизнеса который будет носить наши дивиденды там звучал конкретный потом вопрос когда же нам ждать появление когда закончится второй этапа все да когда нам ждать появление количество наших монет всем контрактникам которые оформляли их на протяжении 19 года и частично двадцатого года прозвучали я боюсь сказать но прозвучали цифры в течение двух недель должны опять же должны пандемии дай бог чтобы мигел долетел в середины июня долетел до португалии тогда это все двинется быстрее потому что очень много задействована опять же на его личном присутствии подписи это же не только техническое обеспечение там есть нюансы у нас задействованы банк португалии в том числе у нас же есть айди португалия и у нас айди банкинг португалия задействован почему потому что увязка континентальная европейская бразильская африканская часть там очень много бюрократических моментов которые практически были преодолены в прошлом году на везде нужно быть руководству которые обладают правом подписи везде нужно присутствовать вот именно это на сегодня сдерживающий фактор тем не менее он сказал что сейчас закончим значит введение айди банкинга и следующим этапом это уже выдача монет потому что без айди банкинга выдавать монеты чтобы они там у нас висели мертвым грузом и объясняли что они у нас есть никакого смысла нет поэтому айди банкинг для этого он находится в бразилии и очень хорошо что находится там этому будет решено там и прилетим сюда следующим этапом это будет завод монеты с окончания этапа и все и завод монет к нам в кабинет это следующим этапом уже будет видимо все таки в начале первые так это все эти контрактные деньги и контрактные монеты видимо потому что я не знаю как быстро сможет клаудио между тремя континентами летать довести до ума вот эту операцию по привязки страховые инвестирования под страхование драгоценными металлами и камнями инвестирование из банка длине и без а у меня надеюсь эта часть понятно так все здесь уже теперь все что касается пла и возможности развития бизнеса которыми дел говорил кто присутствовал на предыдущей конференциях я повторяла неоднократно эти вопросы и вы задавались вопросы персональными делу поэтому об этом стоит сказать я специально сегодня позвонила утром подтвердить еще раз вчера он кратко сказал я позвонила чтобы узнать сегодня в каком этапе у нас процесс развития бизнеса в бразилии мы вспомним да что не дел улетел 5 марта в бразилию для того чтобы итоговым так сказать соглашением и представлением проектов конгрессе штата виктория уже решить вопрос по финансированию двух фабрик которые будут производиться строится в бразилии фабрик пла а также еще два направления финансирование которых вложено было в этот пакет инвестиционный который был предоставлен бразильскому фонду это не государственно это фонд скажем так общественно государственность так можно сказать который контролируется палатой поэтому деньги учитываемые жестко деньги которые контролируемые жестко деньги которые нужно отчитывать на каждом этапе ну до копейки они естественно будут на всех этапах наблюдатели будут рассматривать так сказать использование направление использования инвестиций целевое должно быть там все очень жестко но мне мне было нужно понять у нас договоренности в силе не повлияло ли пандемия на изменения так сказать политики нет я подтвердился все в силе договоренности были достигнут до 15 марта мы помним что он выставил у нас тот момент прошли видео две площади два два так сказать участка которые отведены под застройку они были выставлены это мусорные свалки которые предстояло расчистить и на них должны были быть разведены потом фабрики по плафу финансирования под которые фонд и определял то есть это прежде всего социальные проекты это проекты которые дают рабочие места и самое главное мы помним да в уставных документах нашей корпорации прописано что 20 процентов доходности всего нашего бизнеса всех бизнесов какие вы потом не открывались и не развивались так принадлежности холдингу феникс 20 процентов отправляются на социальные программы и 20 процентов на реинвестиции на расширение производства поэтому это очень важные были социальные проекты они длительное время внутри по и 3 поездки было в бразилию согласовательно для того чтобы этот проект мог быть представлен на утверждение уже правительственным так сказать консультативно правительственным органам этого штата 15 марта читал сами дел что все в порядке нас подписали вы помните видео это было но прошло все в порядке замечательно и с 1 апреля значит я возвращаюсь португалию с 1 апреля начинаем работать возвращаясь португалию следующий должен был быть поездка в дубае потом в россии дубае зачем напомню что все инвестиции и все распределения перераспределения заемных средств от какого-либо фонда проходят через главный наш офис через главный насчет дубае но и у 17 марта случилось подымет раньше началась да но бразилия закрылась 17 марта поэтому видел мелкий тел и все что у нас на сегодня происходит происходит там две позиции считаю позитивных нужно рассматривать в этой области не делал сделал дополнительно очень большую работу у нас один банкин стал реальностью там находясь там они решили очень многие вопросы и вторая позиция что не успел так сказать сформировать штат работников по расчистке строительства тогда это всех уже этапов которые инвестиция подразумевала реализовать до 1 2 3 этапа различное количество работников но если бы это случилось 1 апреля и позже закрылись то компания обязана была бы оплачивать как во всех странах и везде оплачивать ежемесячное содержание своих работников на период пандемии то есть это еще одни затраты которые никак не были учтены в кредитовании для нас это был бы убыточный процесс который нам совершенно сейчас не нужен и так остановилась работа компании по всем направлениям и млм подразделения тоже остановилась и поэтому у нас вчера видео сказал об этом что на сегодняшний момент воздух мы не намерены распределять и говорить и обещать воздух у нас нет трейдингов у нас нет ничего того что из воздуха бы делала воздух поэтому как только двинется первый этап реализации проектов мы опять восстанавливаем выплаты как но но как он вчера сказал я работаю над двумя направлениями еще по развитию так сказать бизнес доходности компании то есть финансирование это азия это не азия это пакистан они стариком там плотно работают поэтому все то что приходит в компанию направляется на развитие направлений и возможности погашения необходимых затрат на этом этапе одним из таких затрат необходимых является российский проект потому что у нас силу пандемии не доехал не дело и не успели вовремя опять запуститься как планировали он должен был сразу после зуба и зуба и лететь в россии еще в марте ну слава богу уже июнь мы видим что происходит мы там лена отправляла ему затратную часть которую супер необходимо погашать поэтому он гарантировал что на этой неделе от реализации вот этих проектов с пакистаном он отправит еще одна часть россии для того чтобы закончить и там все эти подготовительные этапы оплату офиса аренда же растет каждый месяц это те затраты которые необходимо делать теперь невзирая на то что мы полностью стоим и как только запускается в россии этап последний этап подписания соглашений видимо я не знаю личное присутствие тоже необходимо не знаю как это можно будет реализовать но все очень мы надеемся что это будет все-таки в июне наш наш этап эта компания португальская сможет забрать этот списочный состав португальцев из бразилии пусть даже карантин но уже есть по месту и уже тогда возможно перемещение дальше мы знаем что с июля уже очень многие авиакомпании вывесили графики возобновления полетов жизнь восстанавливается поэтому я надеюсь что в июне вот эти все последние этапы подготовительные будут пройдены потому что очень важно просить тоже все это запустить это сразу финансирование я уговорил на конференции которым просто раз проводила я читалась и говорила по его словам что нужно понимать что все финансирование котором мы говорим целевое направлять на дивиденды и выплаты комиссионных не может нужно понимать что остановив работу по приглашению не были звонки и у меня есть жалобы партнеров которые неправильно во первых воспринимают информацию во вторых передают ее дальше что значит там ничего нет никто ничего не платит и там полный скам ничего не будет я столько информации даю реальной конкретной и только той которую вижу понимаю где от частями участвую что касается россии все этапы мы участвовали не только я и лена и многие партнеры которые являлись и на снег о возьмите несколько лидеров которые лично участвуют в продвижении тех либо других проектов это и есть по наше будущее за которое сегодня борется но любая компания на мировом рынке вы же понимаете что самым главным сейчас после подвини выхода из пандемии кризиса ситуации будет добыча финансирования любым способом под любые проценты сейчас бизнес будет бороться за финансирование колоссальная работа сделана в бразилии еще больше колоссальная работа сделано в россии потому что это все сложнее разный язык потом представлять компанию которая незнакома на российском рынке линии снякова пришлось весьма и весьма сложно и преодолевать очень много преград но это все то что достигнуто финальные там шаги это финальные шаги но эти договоренности достигнуты вы должны понимать что это и есть наше с вами будущее потому что достигнув соглашение по финансированию да еще и в годных процентах по строительству нашего с вами бизнеса это есть гарантированные наши доходы но если вы все остановились не делал не остановил 25 на 75 пакет и хотя это убыточные пакеты для компании он их не остановил в силу многочисленных профиль всех лидеров с таким образом все кто работал они таким образом себе в общем-то смогли обеспечить продажу части коинов и добыть свои деньги так сказать которые у нас на этом этапе заморожены но это не означает что это нелегальный способ это абсолютно легальный способ я так долго остановилась на вот тех всех действиях которые клаудио до сегодняшнего дня уже совершил сделал обосновал это его детище умбрелла и мои монеты это его цель с он говорил вчера года называл с прошлого века с 93 года это длительная работа десятилетиями естественно никуда не денется но обосновать и запустить это вот в том глобальном масштабе можно только глобальными действиями очень большими суммами почему они к ним и шли это реальность и мы эту реальность получим поэтому он и сказал и не называют даты но это абсолютная реальность реальность уже в этом году но сказать что не платят я вообще-то голосовала когда выдавали на в общем-то голосование мастеров проценты которые снизили два три процента я голосовала против хотя я сама первая получаю очень много шаров черных почему потому что наши лидеры наши партнеры рассказывая о новых концепциях возможностях компании естественно говорили что у нас есть определенные проценты на этом этапе такие-то которые снизили но все равно не есть мы платить то нечего мы все стоим я сама все кто у меня спрашивает и говорю что сам я абсолютно четко уверена четко знают судить наше будущее я вам говорю что пандемию нужно пережить она может закончиться в июне а может быть это не значит что нужно говорить и совещать и всем партнером мешать работать и говоришь до конца года ничего не здесь ли вообще что-то будет за что за пословка вопрос это что за лидерский подход извините я буду лично потом не будут называть эти имена я буду сигнализировать до этого момента у меня есть папка всего того что было у нас негативного я собираю ничего не выбросил очень тяжелый 10 год был но я ни разу не представляла ничего еще в руководство для скажем так эллиминирование то есть убирание этих людей и структуры а вы прекрасно знаете что и бразильская структура и пакистанская структура там были щита которые закрыли навсегда вы прекрасно это знаете поэтому три таких свидетельств опечаток либо голосовых и до свидания ничего вообще палец о палец не ударить чтобы этих людей потом отстаивать давайте правильно подавать концепцию рассказывать что происходит наверное не очень приятно и не делал весь девятнадцатый год прожил в самолете он сорок восемь дней за последние полгода начиная с августа 48 дней провел в португалии начиная с августа 48 дней самолеты странные потому что необходимо было жестко и четко и быстрее что-то делать на первом этапе потому что вся политика глобализация финансовых отношений через наши монеты это длительный процесс мы это видели они каждый делал свою работу каждый свою работу они делали добросовестно поэтому говорить нужно всю концепцию раз к конечно будут люди не заводится ничего не понимают не знают и никто ничего не объясняет так вы же лидеры вы объясните всем партнерам что происходит в компании вот клаудио вчера счел возможным уже озвучить все эти договоренности то что касается этих банков хотя займутся впервые он об этом у нас впервые в москве тогда об этом еще нигде не говорилось москве сказал что я работаю с банком вне и десау это есть наше будущее для глобализации отношений умбрелла и наших монет все что сделаны дел в бразилии он тоже отчитывал что сейчас супер необходимы деньги конечно завершить процесс в россии потому что это тоже инвестирование и начала строительства нашей фабрики было в россии вот те этапы которые невзирая на пандемию невзирая на лимитированные возможности бизнес-отношений были сделаны по сегодняшний день и дело-то еще раз сегодня подтвердил да там есть некоторые нюансы которые помог то рек реализовать побочные бизнес предложения со своей структурой туда пошли некоторые инвестиции и он эти инвестиции использовал для чего для развития в бразилии в россии того что возможно это делать того что нужно сделать потому что им извините привязка оди банкинга и расширения оди шопинга это тоже деньги это прежде всего инвестиций тоже нужно где-то брать поэтому я была против даже два-три процента рисовать партнером если у нас не работает бизнес-платформа на этом этапе мы остановились пандемии полностью и от нас форс-мажор не от нас зависит ситуация в мире но тем не менее обещает два три процента они где-то должны нарабатываться потому что у меня дело очень жесткая позиция все целевые деньги все целевое финансирование идет только туда куда направлено а учитывая что оставили эту программу 25 на 75 для структуры по сей день она работает это означает что завели инвесторов 25 процентов это монеты из 75 процентов 30 процентов уходит сеть а остальные уходят на погашение вот всех необходимых затрат по компании то там возможно ли на протяжении длительного периода месяца оплачивать стоячую структуру когда нет производства и отдачи пока от бизнес партнерства нет надо правильно это все говорить включаемые потоки объясняем и концепцию рассказываем что сюда можно инвестировать то сразу вот на сегодняшнем этапе какая-то часть сразу пошла на платежи нам по структура мы структура стоит начиная с февраля давайте два три процента было много но тем не менее большинством голосов они приняли тогда мигел был против я была против и против был тогда марселу но тарик он объяснил свою позицию сказал что я помогу сейчас компании мы сейчас заводим очень большие структуры мы заводим бизнес производства на структура дешопинг и если мы два три процента сейчас указывается же в сложный период если мы заводим айди шопинг и запускаем его в действие мы в этот период сможем обеспечивать это вы два три процента в общем он аргументировал очень серьезно это все потому что несколько производств которые они добавляют но в пандемии опять же долететь туда невозможно у него невозможно все везде необходимо прежде всего это легализация юридическом плане а без подписи первых лиц открытия предприятия это невозможно поэтому к сожалению вот находимся в этой позиции какое-то какое-то время это еще будет длиться но закончил свою речь клаудио тем что решился он эту глобальную конференцию потому что уже так сказать виден цвет в конце тоннеля поэтому невзирая на что что происходит в мире невзирая на обострение политических отношений многих стран и регионов мы будем продолжать делать то что делаем тем более что положен уже хороший так сказать камень краеугольный камень в основу бизнеса уже положен поэтому на сегодняшнем этапе просто каждый исполняет свои обязанности не ел клаудио сандра большая заслуга сандра была здесь по развитию предпринимательства в области защитных средств и технологий против коронавируса то есть мы знаем что на сегодня промышленное изготовление всяких защитных средств и лично и средств лично гигиены против коронавируса испанских они добавлены к нам на нашу площадку то есть промышленные поставки чем и занимаются в том числе не дел то есть продажи через нашу компанию нуждающимся в больших объемах поставка этих материалов она тоже уже реальность это заслуга сандра то есть каждый делает свое дело наша с вами цель и задача доносить информацию глобальном масштабе достоверно не нужно искажать не нужно приукрашивать нужно просто говорить что компания не просто жива компания делает все возможное что только можно реализовать в условиях пандемии лимитированных экономических так сказать отношениями с странами и регионами только экономически финансовых в том числе вот собственно все что я хотела сказать по вчерашней конференции передать нашим русскоговорящим партнером так ну кто-то еще заходил я не знаю зачем заходили час спустя я добавила конечно сейчас я не буду отвечать сегодня на вопросы потому что не моей компетенции отвечать на вопросы что-либо изобретать я постаралась донести всю информацию которую вчера прежде чем озвучить на глобальной конференции трех три языка до вчера переводили три дня совещая руководство они вначале сами совещались потом нас звали совещались и что называется выверяли каждую фразу каждое обещание каждую информацию которая возможно проверить уверять для того чтобы не давать необоснованных обещаний и надеюсь потому что и так все очень непросто в этом мире но тем не менее на сегодняшний момент все в общем то нормально развивается в тех условиях которые возможно реализовать я надеюсь все понятно я не вижу здесь больше даже письменном виде никто ничего здесь не отправил до все понятно если все понятно я закончу сегодня конференцию информационная она чисто была информационная глобал стар клаб возможности безграничны